За последние пару недель из российского информационного пространства практически полностью исчезла тема о замечательной вакцине «Спутник» и о том, как за ней выстраиваются дикие очереди. Коллеги рассказывали, что наши упоротые русским миром деятели просто лили слезы по поводу того, что у них нет возможности вакцинироваться этим замечательным препаратом. При этом они рассказывают натурально душераздирающие истории по поводу того, какой спутник замечательный и что побочки от него нет и он уничтожает вирус так же неумолимо, как 28 панфиловцев в старую гвардию Наполеона на Куликовском поле, которая треснула и все рыцари утонули. А еще там ходит легенда о том, что в поезд «Восточный экспресс» вошел неизвестный гражданин РФ с двумя дозами вакцины. Так выздоровели все, в том числе и 10 негритят, которые были в последнем вагоне, и даже сам паровоз, который перестал кашлять. А все потому, что россияне держались до последнего и рассказывали о том, что их вакцина имеет стопроцентную эффективность. Если шприц им удалось попасть вирусу непосредственно в глаз, тогда он блымает и не видит, куда же воткнуть свой шип и, видя такую безысходность, погибает от грусти и печали. И вот когда все производители написали, что против Дельты их препараты работают слабее, россиянам пришлось как-то реагировать, поскольку с них просто начали ржать. И тогда они поступили просто, перестали писать о спутнике вообще. Но, как выяснилось, это не помогло. И это неудивительно, поскольку остальные производители уточнили, что если кто-то думал, что их вакцины уберегут от заражения, то это зря. Просто будет легче течение болезни. Удастся избежать летального исхода, а, возможно, и вовсе обойдется без симптомов. Причем это написали буквально все производители. Но фокус тут в том, что россиянам такое писать никак нельзя. Ибо все могут завестись на ровном месте, и будет горе, которого можно было избежать. Ведь там сейчас только по официальной статистике умирает около тысячи человек в сутки. Рекорды обновляются чуть не каждый день. И понятно, что есть указания. Не публиковать четырехзначные данные. Поэтому до тысячи счет не дошел до сих пор. Но дело не в этом. Помнится, пару месяцев назад там публиковали данные по охвату вакцинации в 22 миллиона человек. Причем эти данные не нужно было искать специально. А они встречались на каждом шагу в рубрике «Невыносимые достижения товарища Путина». Если тогда они не врали, и это выглядело приблизительно так, то логично предположить, что сейчас это количество должно как минимум удвоиться, а то и утроиться. А раз так, то раскрученный ныне слоган о том, что вакцина в большинстве случаев предотвращает тяжелое течение болезни и почти полностью предотвращает смертельный исход. В РФ должно работать безусловно. Но, как было сказано, сейчас показатели смертности даже выше, чем в период, когда вакцинация не проводилась. И тут возвращаемся к скандалу с кражей рецептуры Астра Зенека. Если обратиться к статистике, которую демонстрирует сейчас Великобритания, то можно смело говорить о том, что Астра – это не о предотвращении инфицирования. Тем не менее, январский пик заболеваемости дал 67 плюс тысяч в сутки, июльский – 54 плюс тысячи. А сейчас недельные пики дают примерно 40 тысяч, и три недели подряд результаты почти идентичны, что говорит о выходе на плату. Но вот способность Астры снижать риск смертности – безусловно. Январский пик дал значение 1800 смертей в сутки. И больше именно пиков не наблюдалось. А сейчас максимальный суточный показатель смертности по неделе – до 200 человек. То есть при падении количества инфицированных вдвое относительно января смертность упала в 9 раз, и это, безусловно, указывает действие Зенеки как буфера смертности. Она компенсирует нагрузку, и смертность упала почти на порядок. В общем, именно в той парадигме, в которой сейчас воспринимается работоспособность вакцины, Астра показала себя очень прилично. Да, смертность не ликвидирована, в принципе. Но разница ситуации бесспорна. И тут приходится сделать вывод, что РФ показывает динамику, очень подкорректированную, примерно так, как показывают страны с крайне низким уровнем вакцинации. Проще говоря, спутник не работает. Не только на предотвращение заражения, но даже на защиту от летального исхода. А нам пишут оттуда, причем от Питера до Новосибирска, что вакцинированные болеют точно так же, как и невакцинированные. И среди них такая же смертность и столько же тяжелых форм течения болезни. И вот на фоне этих замечательных показателей становится вопрос о том, что россияне даже не смогли повторить успех Астры, рецептуру которой им удалось выкрасть. На самом же деле тут может быть два пояснения. Первое состоит в том, что россияне получили доступ не к финальной версии рецептуры. После кражи ее допиливали и доводили до нужных кондиций. Но россияне уже не располагали этими данными и действовали по принципу «я тебя слепила из того, что было». И если кто помнит, в конце весны россияне активно инициировали обмен технологиями именно с Астрой. Но фокус в том, что им нечего было предложить на обмен. Поскольку у англичан все это и так было, а вот россияне хотели посмотреть на то, что у них идет не так. Второй вариант, который мог привести к этому эффекту, состоит в том, что рецептура у них была и есть, причем финальный вариант. А вот повторить процесс создания вакцины на своем оборудовании и со своим уровнем технологий им просто не удалось. Проще говоря, они запустили в серию как бы вакцину, которая и не должна работать так, как положено, и она оказалась категорически слабее исходного варианта препарата. А ведь на базе спутника россияне создали еще ряд чудо-препаратов. Например, спутник Лайт. И это при том, что сам спутник – очень лайтовая версия Астры. Кстати, индийский Ковишилд оказался тоже очень облегченной версией Астры. И сами индусы признали ее неудачным генериком. Но они хоть не прикидывались испанскими летчиками и не рассказывали о том, что базовую рецептуру придумали сами. Россияне до сих пор с треском рвут на себе кальсон и божатся в том, что сами придумали свой спутник и что он на 100% эффективен. Но уже понятно, что отсутствие побочки, если оно действительно наблюдается, обусловлено тем, что эта бурда недалеко ушла от плацебо, а от него точно не будет никаких побочных эффектов. И тем не менее, месье Лавров категорически заявил о том, что на Россию опять наговаривают. «Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения британских СМИ в адрес РФ». Голословных обвинений было уже множество. Потом у него сделался вид, как на этом фото. Там не было подписано, что так он сидел 17 минут и 26 секунд, без движения. После этого он глубоко выдохнул и добавил следующее. «Ни единого подобного случая со спутником не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами. Министр должен бы понимать, что так палит контору, поскольку давно отмечено, что чем сильнее вакцина, тем мощнее и чаще идет вал побочных эффектов и наоборот. Ну а если их вообще не отмечено, то тут комментарии вообще излишни. На России, как всегда, уграли то, что плохо лежало. Ну и варилось это теми же заскорузлыми пацанами на той же задрипанной кухне. На выходе, как всегда, материал для дальневосточного прикладного зодчества. Ну а с другой стороны, нет смысла их вспугнуть. «Пускай себе резвятся». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова